В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Пограничные войска, десантные или флот, призывники смогут самостоятельно выбирать род войск для прохождения службы. Своих на войне не бросаем, а вахтах памяти и работе поисковых отрядов. От штиля к шторму в Доме ученых открылась новая фотовыставка. Далее расскажем обо всем подробно. В законодательстве Российской Федерации вновь произошли изменения. В этот раз они коснулись призывников. Теперь молодые люди смогут сами выбирать войска, в которых хотелось бы пройти службу. Действие закона распространяется не только на тех призывников, которые будут проходить службу в армии, но и на тех, кто попадет в подразделения МЧС, Росгвардии, ФСБ, ФСО и других силовых структур. Но для того, чтобы выбрать войска по душе, необходимо выполнить определенные условия. Подробности далее. Чтобы отправиться служить войска, в которые хочется, призывнику нужно будет получить соответствующую подготовку по военно-учетной специальности в Добровольном обществе содействия армии, авиации, флоту или других общественно-государственных организациях, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. У нас другие государственные организации, это военно-патриотические клубы, значит, почему те, которые проводят определенную подготовку по той или иной специальности. Вот конкретно клуб мужества, те, которые готовят, значит, по профилю десанта. На заседании призывной комиссии молодые люди должны будут предъявить документы о пройденной подготовке и участии в соревнованиях по военно-прикладной направленности. Внесенные в закон изменений натолкнули Игоря Попикова на идею объединения городских клубов военно-патриотической направленности на базе военного комиссариата. Я собрал руководителей военно-патриотических клубов и решили здесь организовать центр, чтобы военный комиссариат был центром военно-патриотического воспитания всего города. Объединяли мы все вот эти клубы. По мнению военкома, после переезда на улицу Сосина территория около военного комиссариата позволит создать для ребят даже полосу препятствий для занятий и соревнований и, возможно, сцену для выступлений творческих коллективов. Давайте готовить молодежь здесь, чтобы в армию, чтобы в армию уже ребенок, как говорят народни, не забирали, а призывает армию. Воплотиться ли задуманной идеей в жизни, появится ли в нашем городе место для отработки нормативов по военно-прикладным дисциплинам, зависит от многих факторов, в том числе и от работы чиновников. Своих на войне не бросаем. Это девиз поискового отряда «Демянск», который имеет практически 30-летнюю историю и входит в состав большой поисковой экспедиции «Долина» Новгородской области. Два раза в год бойцы отряда выходят на вахты памяти и в течение нескольких недель ведут поиски погибших солдат Красной армии. В состав отряда «Демянск» входит и соровчане. Уже этой осенью они отправятся в очередную экспедицию. Так выглядит медальон солдата Красной армии. В нем содержалась записка с фамилией, именем, отчеством, воинским званием и другими данными бойца. Жестяной медальон быстро приходил в негодность. Однако он – важнейший источник информации, по которому можно опознать останки участника Великой Отечественной войны. Есть еще вещи, по которым узнают имя и фамилию. Это личные вещи. Обычно солдаты их подписывали. То есть это кружки, котелки, ложки и всякая другая мелочевка. Если при солдате, как говорится, ничего нет, то он идет как неопознанный. Участники поисковых отрядов находят на бывших полях сражений. В воронках, образовавшихся после падения снарядов, останки солдат, личные вещи, оружие и патроны. Исторические артефакты становятся частью музейных экспозиций. Экспонаты, в особенности оружия, проходят процессы демилитаризации, чтобы они были максимально безопасными. Поисковики стараются не избавляться от ржавчины. Так экспонаты выглядят реалистичнее. Большая часть таких в нашем городе находится в городском музее и военно-историческом музее третьего лицея. Поисковики – это одно из направлений деятельности. То есть они находят погибших бойцов и возвращают их домой. То есть это важная работа, но одной этой работой не надо ограничиваться. Поисковики проживают месяц в полевых условиях и по строгим армейским законам. Демянский отряд обнаружил и захоронил с воинскими почестями более 10 тысяч бойцов Красной Армии. Каждую весну и осень его участники собираются на вахты памяти. Двух- или трехнедельные раскопки в самых разных местах района. При обнаружении большого количества останков, то есть туда уже командир принимает решение, выходит весь отряд для более тщательного и подробного изучения, исследования этой местности и поднятия останков бойцов. Сегодня поисковики всерьез задумались о создании собственной общественной организации. Поездки на места раскопок – дело затратное. Получив официальный статус, будет проще привлекать к хорошему делу и подрастающие поколения. Почтовое отделение на проспекте Ленина адаптирует для маломобильных граждан. Для улучшения доступности услуг почты для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь изменят входную группу. В перечень работ входит оснащение дверей доводчиками, установка кнопки вызова персонала, покрытие крыльца монолитным поликарбонатом и другие виды работ. Пандус не предусмотрен, потому что у входной группы нет крыльца. Работы планируется произвести в этом году. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам предлагают горящие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять 4 санатория, в том числе Ильинская и Сергиевские минеральные воды. Для оформления документов необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства. В Сарове продолжается прием работ на ежегодный конкурс «Дорога глазами детей». Он призван сформировать стереотип правильного поведения на улицах и дорогах города через творчество и закрепить знания правил дорожного движения. Конкурс проходит в двух номинациях – изобразительное творчество и декоративно-прикладное искусство. Работу принимают в клубе «Здоровье» по адресу улицы Силкина, дом 10, дробь 1 и в департаменте по делам молодежи и спорта. Крыша, почтовые ящики, лифты и козырьки со ступеньками перед входом в подъезды, лестничные площадки – все это общедомовое имущество в многоквартирном доме. Ответственность за его содержание установлена жилищным законодательством. В рубрику «Городской дозор» обратились обеспокоенные жильцы дома номер 20 по улице Шевченко. Уже не первый год собственников волнует состояние асфальтового покрытия на подходе к подъездам. Многие из нас, проходя по дорожке во дворе или мимо соседнего подъезда, даже не заметят отвалившуюся плитку или огромную лужу на своем пути. Но для Людмилы Сергеевны Пронюшкиной, жительницы дома номер 20 по улице Шевченко, общедомовые коммунальные проблемы – ежедневная забота. У нас положили асфальт. Мы вроде как бы довольны стали асфальтом со стороны подъездов. Но теперь у меня под окнами вот здесь вот образовалась огромная лужа, особенно когда сильный дождь идет. А если снег, то там каток. В старом районе живет много пенсионеров. Сходить в магазин, в поликлинику или даже выйти на улицу подышать свежим воздухом после дождя – жильцам дома теперь сложно. Инициативным собственникам приходится самостоятельно контролировать уровень воды после очередных обильных осадков. Специально для этого Людмила Сергеевна даже делает отметки на бордюре. Да еще и состояние асфальта вызывает у нее опасения. Горошком сыпется этот асфальт. Вот ногой вот так подергаешь, особенно он там, который на шлепке сделали. Это, видимо, из отходов какие-то сделано. До первой уборки снега трактором этот асфальт стерут. Этот район просто-напросто не оборудован ливневой канализацией. С точным водом некуда стекать. От этого и огромные лужи под ногами, и потраченные в пустую нервы собственников квартир после каждых прошедших осадков. Его работы можно было встретить в Государственном Нижегородском выставочном центре, в Госдуме Федерального собрания и даже в резиденции президента в Кремле. А уже сегодня его фотографии могут увидеть и саровчане. В Доме ученых открылась выставка Олега Кривошеева под названием «От штиля к шторму». Всматриваясь в его картины, хочется прикоснуться к камням, почувствовать их тепло от закатных солнечных лучей, окунуть руку в прохладную морскую воду и ощутить на коже свежесть морских брызг. Или провести рукой по шершалму стволу дерева. Олег Кривошеев считает, что красота окружает нас повсюду, и надо лишь научиться ее замечать и внимательно наблюдать за природой. А вообще, конечно, главное – это некий креатив. То есть просто нужно, что называется, отпустить свое мышление и сознание, снять стандартные рамки, как мы это привыкли видеть, как мы это привыкли воспринимать. Фотографии Олег увлекся еще в школе. Свои первые робкие шаги в этом искусстве он вспоминает с улыбкой. Фотоаппарат смены, проявители закрепителей, черно-белые снимки. Но юношеское увлечение вскоре забылось. И уже будучи взрослым, он решил снова взглянуть на мир через объектив фотоаппарата. Всегда хочется красивые пейзажи, какие-то знаменательные моменты в жизни, какие-то интересные места как-то зафиксировать. И, конечно же, фотография – это тот самый инструмент, который позволяет это сделать. Случалось, что за одним кадром приходилось охотиться годами, то свет не такой, то трава недостаточно желтая. А эти нюансы для Олега, как для художника, важны, так как он не приемлет последующую обработку фотографий в графических редакторах и работает только с цветовыми фильтрами. Натюрморты, пейзажи, портреты известных людей и скульптуры из дерева. В Молодежном библиотечно-информационном центре открылась выставка творческих работ саровских художниц под названием «Детская книга художников». В экспозиции представлено более 20 работ, и большинство из них посвящены детским и юношеским воспоминаниям авторов. Библиотека имени Маяковского уже давно стала площадкой для творчества горожан. В этом году ее сотрудники совместно с художниками Сарова представили очередную выставку «Детская книга художника». На ней представлено более 20 работ, выполненных в разной технике. Это и акварель, это масло, деревянная скульптура, живопись и вышивка глазью. Это иллюстрации детских книг, это детские воспоминания, это фантазии, навеянные прочтением книг. Ирина Ефимова на выставке «Детская книга художника» представила сразу четыре работы – «Волшебница и дюймовочка», «Солнечная юность», «Натюрморт со свечой» и «Миры» Владислава Крапивина. Все работы художница написала пастелью и цветными карандашами. Ее мастерская заполнена различными картинами, которые Ирина старается как можно чаще показывать зрителю. Для меня лично две выставки в год – это нормально для меня. Это выставка городских художников и наша команда. Нам так понравилось здесь выставляться. На выставке можно увидеть работы Ольги Шевцовой, Резиды Исмогиловой, Натальи Рубцовой и Елены Блохиной. Художницы не только представили свои картины, но и приготовили для юных читателей творческую мастерскую «Юный художник», где ребятам предлагается на свой вкус разукрасить иллюстрации, посвященные отечественным мультфильмам. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. СОРО-24. Эти люди проводят все свое рабочее время в окружении ярких и изысканных цветов. Они знают, как создать настроение и красоту. В их руках обычные веточки, листики и цветы превращаются в необычные композиции. Самый разгар лета, 24 июля. В России свой профессиональный праздник отмечают люди самой романтичной профессии – флористы. О том, кто из саровчан решил посвятить свою жизнь работе с цветами, расскажем далее. Букеты цветов – неотъемлемая часть нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, дне рождения и других праздниках. Мария Мацова относится к цветам с особым трепетом. И даже выбрала профессию, связанную с ними. Я с детства любила цветы. Часто собирала букетики из полевых цветочков. И уже когда выросла, решила, что надо отучиться на флориста и связать с этим свою профессию. Работу флориста невозможно назвать просто трудом. В первую очередь это творчество, помноженное на определенные знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещения цветами и растениями. Работу люблю за то, что людям радость это приносит. Когда человек приходит и говорит «Спасибо вам большое, мы были счастливы, когда получили ваш букет». Или там мама была очень довольна. И приходят снова и снова, и это, конечно, не может не радовать. Мария не просто флорист, она хозяйка целого салона. Городские цветы существуют уже более 10 лет. И за этот срок девушка познала не только всю красоту своего дела, но и трудности. Сложности в выборе поставщика бывают. Качество цветок приходит разного. И очень обидно, когда присылают плохие цветы. Хочется людей все-таки радовать цветами свежими, качественными. Плюс еще праздники, большая нагрузка идет, большое количество народа, огромное количество заказов. Справляться достаточно проблематично, не спим по несколько суток. Без любви к делу и богатого воображения во флористике невозможен конечный результат. Красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом. Но владеть этой профессией может не каждый. Человек должен обладать, во-первых, хорошим вкусом, во-вторых, он должен быть коммуникабельный, общительный. Человек, который любит цветы, который хочет это делать, создавать эти букеты, создавать композиции. Вообще приветствуются люди в этой профессии с художественным образованием. И просто так прийти с улицы и сказать, я могу создать букет, ну, не знаю, мне кажется, это единицы могут сделать. 24 июля все флористы страны отмечают свой профессиональный праздник, но даже его Мария проводит на работе. Выполняет заказы и создает для горожан необычные букеты. Если вы не знаете, чем порадовать близкого человека, смело отправляйтесь в салон «Городские цветы». Курчатова, дом 3, здание КБО. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова